Здравствуйте! Меня зовут Александр Тимофеев. Это «Итоги». Поговорим о главном – Калмыкии против Штыгашева, пропавшая вакцина и футбол губернатора. Центральной темой недели стал визит депутатов Калмыкии в Абакан. Делегация прибыла, чтобы попросить наших депутатов снять Владимира Штыгашева с должности спикера парламента. Этой истории ровно год. 29 января 2020-го Штыгашев на сессии Верховного Совета назвал Калмыков предателями Великой Отечественной войны. На следующий день наш депутат извинился, а потом и еще раз, но в Калмыкии его не простили. Человек, который публично, еще раз я хочу акцент сделать на этом слове, оклеветал и оскорбил целый народ в Российской Федерации, не имеет права занимать почетную должность председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Депутат Хурала Калмыкии Наталья Манджикова обратилась к депутатам парламента Хакасии как земляк. Манджикова утверждает, что родилась в Копьево. Она депутат от «Справедливой России». Слева от нее единоросс, справа ученый-историк. Все они прилетели из-за вот этого высказывания Владимира Штыгашева в прошлом году. Далее Штыгашев пояснял, что якобы из-за этого Сталин расселил Калмыков по Союзу. Позже это назвали репрессиями. Народ оправдали, но почти треть погибла в изгнании. После речи спикера парламента Хакасии, калмыки посчитали, что Владимир Штыгашев оправдал сталинские репрессии. Дело шло к национальному конфликту, и наш депутат извинился. Дважды. Он пояснил, что нельзя судить о речи по одной фразе, что в целом говорил о трагедии человека и народов во время Великой Отечественной. Напомнил наш спикер и то, что о калмыках высказывался, как о братьях по детскому дому. Однако в оскорбленной республике извинения не приняли. Мы, калмыцкий народ, никогда не были предателями. Мы как один должны сейчас подписать все, а Штыгашеву все говорят, извинения, неизвинения, плевал я на его извинения. Понимаете? Он должен сидеть в тюрьме по статье. Я обязательный, мы должны это добиться. Калмыкия к визиту подготовилась. Ученый-историк из Академии наук Ута Шачиров привез доказательства того, что Штыгашев не прав. В нашем парламенте полагают, скандал раздувают из Хакасии. Фракция ЛДПР не скрывает, что помогает калмыкам. То, что сказали, что якобы мы едем сюда пропиариться за счет этой темы трагической, что у нас в этом году выборы в Народный Хурал, это ложь. Очередная ложь. У нас выборы в Народный Хурал через два с половиной года. Первый заместитель главы парламента Хакасии Юрий Шпигальских пояснил, что официального письма от Хурала у них нет. Есть ли полномочия у гостей представлять калмыкию, тоже неизвестно. Пресс-служба Верховного Совета рассказала, что руководство парламента считает конфликт исчерпанным еще в прошлом году. Приглашать на сессию калмыков никто не будет. Но они пришли сами. Вы готовы вас приглашать калмыкию? Турникет на входе гости из Калмыкии прошли неожиданно легко. Здание правительства и парламента объект режимный, но если тебя приглашает местный депутат, то идти можешь. Провели калмыков либерал-демократы. Мы можем прийти, но у нас нет разрешения председателя, к сожалению. У нас вот не свидетельствует, а она, пожалуйста. В зал заседания делегация не попала, но не ушла. Позже стало понятно почему. Внутри хакасского парламента у них тоже были союзники. Просим дать слово депутатам Народного Хурала Республики Калмыкия Манджиковой Натальи Сергеевне, Кусмикову Арсену Борисовичу и доктору исторических наук Калмыцкого научного центра РАН Ачирову Куташу Борисовичу. Владимир Штыгашев объявил голосование, и хакасские депутаты отказали калмыкским коллегам выступлений. Судя по тому, как комментируют новость в инстаграме Нотабена, жители Хакассии решения наших депутатов поддерживают. Депутатам и калмыкам, видимо, заняться нечем, кроме как обижаться и отношения выяснять. Пусть подают в суд, устраивают историческую экспертизу, но не с калмыцким доктором исторических наук, а по архивам СССР. Он депутат и должен думать, о чем говорит. А если бы вашу семью обвинил, что в роду были полицаи, несет бред. И это наш депутат. Жириновского пускай едут, пугают. Правильно, что не допустили. Кто такие калмыки и что они у нас тут делают? Пусть у себя рулят. Конечно, депутаты Народного хурала на этом не остановятся. Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы. Я считаю, что своим высказыванием Владимир Штыгашин нарушил статью Конституции Российской Федерации, статью 4 Закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. После неудачной попытки попасть на сессию, депутаты Народного хурала зачитали свое обращение перед журналистами. Для них это было важно сделать так же, как Владимир Штыгашин год назад, то есть в стенах нашего парламента. Депутаты Хакасии неохотно говорят на калмыцкую тему. А судя по результатам голосования на сессии, партии сначала внутри договорились, что будут делать. Руководитель фракции единороссов Светлана Могилина пояснила, отказали калмыкам выступать, потому что у депутатов не было статуса делегации хурала, потому что есть регламент, потому что наши следователи ничего криминального в словах Штыгашева не нашли. Давать интервью депутаты единороссы отказались. Депутаты от КПРФ тоже были против выступления калмыков, и вот как объяснили свою позицию. У нас была делегация, три человека участвовали во встрече, я в том числе с калмыками. Пытались понять их позицию и их статус. Как это должно было быть в рамках сессии, не совсем понятно, потому что в повестку этот вопрос не был включен, статус делегации как официальный не был определен. И то, что, так сказать, с голоса это была попытка внесения в повестку дня, но депутаты проголосовали так, как проголосовали. Мы посчитали, что это не является необходимым вопросом в этой повестке дня, и к чему хорошему это не приведет. То, что касается извинения, Владимир Николаевич извинения принес. Мы также спрашивали у делегации в рамках правового поля, была попытка этот вопрос решить или нет. И получается, прошел год, никаких судебных решений нет. Обращения в суды были только, вроде как, по их словам, в Хакасии, и суд даже не принял эти иски к рассмотрению. Политические элиты Хакасии без камеры говорят, что визит – это интрига. Кто-то считает, что калмыцкая. Вроде как, приезд делегации – это часть многоходовки по смещению тамошнего председателя Хурала Анатолия Казачко. Он уже третий срок главный депутат в Калмыкии. Вторая версия – заговор организовали либерал-демократы Хакасии при поддержке бывшего кандидата в губернатора Александра Мяхара. Он встречал делегацию в аэропорту. Нам Мяхар пояснил, что в аэропорту был как журналист интернет-издания Пульс Хакасии, а когда стало понятно, что делегацию никто не встречает, довез гостей до гостиницы. Кто позвал калмыков и какие у них цели, они расскажут сами. Конфликт калмыцкого народа и председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева обсудим с делегацией из Калмыкии. У нас сегодня в гостях Арслан Кузьминов, это депутат народного хурала, Наталья Манджикова, тоже депутат народного хурала, и Уташа Чиров, ученый-историк, член Академии наук. Владимира Штыгашева мы тоже приглашали через его пресс-службу. Сегодня получили отказ. Как нам пояснили, спикер считает, что он уже все сказал, что мог. К этому, кстати, мы тоже вернемся чуть позже. Обязательно заслушаем мнение Владимира Штыгашева. Но я предлагаю начинать, Арслан Борисович, к вам первый вопрос. Вы единоросс, как и Владимир Штыгашев, а вот ваша коллега из «Справедливой России». С вами, я знаю, есть еще журналист, он позиционирует себя как оппозиционера вообще. Есть историк. Состав такой разный специально, чтобы не подумали, что это политика, заказ? Хочу сразу сказать, что у нас нет такой сборной делегации, которая там сообща собиралась сюда как бы ехать. Пожелали присоединиться общественники, да, и, соответственно, они же предложили, чтобы, соответственно, поехал представитель научный. Это было спонтанно? Да, да, это не было там то, что это не так, что там мы с Натальей Сергеевной там решили взять с собой еще таких представителей. Нет, это они самостоятельно, они ехали за счет народного сбора. Мы с Натальей Сергеевной самостоятельно ехали, да, там, ну, имеется в виду, за свой счет. И, соответственно, ну, сложилась именно такая делегация, да, ну, я, честно, искренне рад, что с нами как раз-таки представитель научного сообщества, потому что он компетентно может, соответственно, здесь объяснить. Просто мы не ехали сюда доказывать и оправдываться. Мы ехали сюда, соответственно, с претензией только лишь к одному человеку, потому что он некомпетентно, да, соответственно, огульно оговорил, да. Арслан Борисович, мы к этому еще вернемся. Наталья Сергеевна, к вам вопрос. Вы родом из Копьева, вы сказали об этом на пресс-конференции. Завтра вы туда едете. Вы что-нибудь помните из своего хакасского прошлого? Ну, конечно, я не помню. Потому что указ о реабилитации Калмыка вышел в 56-м году. В 57-м Калмыки уже спешно продавали свои дома, которые они успели построить за 13 лет, ссылки. И уезжали в Калмыкию. Вы были еще слишком юной. Ну, конечно. Поэтому мне интересно посмотреть на свою малую родину. Мы хотим посетить те места, где компактно проживали Калмыкии. Репрессированные Калмыкии. Поговорить с соседями. Потому что на самом деле, вот, сибиряки помогали Калмыкам. Если бы не их помощь, Калмыкии не выжили бы. Конечно, хотели отдать дань уважения этой земле. А вы ожидали, что вам откажут? Ну, на самом деле, решение Штыгашева было предсказуемым. Потому что вчера мы провели встречи практически со всеми фракциями Верховного Совета Хакасии. И из беседы с депутатами мы уже знали ситуацию в Верховном Совете. А зачем тогда пошли? Не, ну, можно я тоже выскажусь. Но я не скажу, что я однозначно ожидал вот именно такого исхода. Все-таки я надеялся на какое-то благоразумие. И дело в том, что мы же не имеем здесь каких-то там полномочий, компетенций влиять на непосредственно решение Хакасского Совета. Мы ехали сюда выступить просто. Сопроводить, грубо говоря, наше обращение. Передать вот именно ту боль, которую нанес, да, господин Штыгашев. И просто обратиться к депутатам Верховного Совета Хакасии. Ну, и, соответственно, я со своей стороны, как, так сказать, сын калмыцкого народа, да, мужчина хотел просто призывать Штыгашева, да, там, к тому, чтобы он забрал свои слова, так сказать, обратно, да, опроверг все то, что он сказал. Поэтому для меня это было, не скажу, что однозначно там, что он нас не допустит. И он прекрасно понимал, что мы, в принципе, не повлияем на решение. Нет, но мы рассматривали разные варианты. Конечно, мы надеялись, что у господина Штыгашева хватит смелости разрешить депутатам Народного хурала присутствовать на сессии и дать им возможность выступить. Я сейчас предлагаю послушать извинения Владимира Николаевича и позже их чуть обсудим. Мы обсуждали вопрос, какие встречи провести, какие провести выставки, другие мероприятия. И, естественно, я никого не уполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации Мои высказывания взяты из контекста, сделаны во время беседы с депутатами. Тем более делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы. Нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия. Война – это самая страшная беда, которая выпала на долю всего человечества и особенно советских людей. Война стала настоящей трагедией для многих народов. И я знаю это не с чьих-то слов, а потому что являюсь лично тому свидетелем. После войны я рос и воспитывался в детдоме, в большой многонациональной семье с представителями самых разных народов. И с тех пор они всем не стали навек братьями. И немцы, и литовцы, и калмыки, русские и много кто еще. Неважно, все братья. Нас учили лучшие профессора, которые в Сибири оказались сильными из калмыки. Руслан Борисович, а почему извинения не приняли? Ну, во-первых, я не считаю это за извинения вообще. Здесь дело в том, что он в этих, ну, якобы в кавычках, извинениях, да, говорит то, что слова вырваны из контекста, да, не вырваны, не из контекста, но его речь, она продолжалась порядка 30 минут. Я пересматривал ее множество раз, и не только я. Он дважды возвращался к обсуждению калмыцкого народа, да, и приводил точные данные, да, там, ну, с его точки зрения. Цитировал слова Сталина. Я так. Да, приводил, например, там, какую-то комиссию, да, там, все. И он, дело в том, что он не просто там оправдывал депортацию, он оговорил весь народ, он назвал каждого калмыка предателем, фашистным прихвостнем, насильником детей, жен, маньяком-убийцей, головорезом. И, соответственно, в этих извинениях тогда он должен был и не просто вот так вот публично на камеру, он должен был в тех же стенах, да, с той же трибуны забрать и признать лживыми всю ту информацию, которую он доносил о калмыцком народе. Это бы удовлетворило калмыцкий народ? Не было бы конфликтов? Я не могу говорить за весь калмыцкий народ, да, но я считаю, со своей точки зрения, да, что это было бы еще как-то было бы похоже на оправдание, ну, извинение. Я думаю, ну, в части извинения, конечно, он должен был целое мероприятие, грубо говоря, сделать там и произнести вот тут подобную, как бы, речь, да, где бы он сказал, что он солгал, или там ошибочно произнес эти слова в отношении калмыцкого народа. Далее бы, если бы он поехал бы, конечно, в Калмыкию, там посмотрел бы, да, там, пришел бы там на памятник, исход возвращения, обратился бы там, пообщал бы со старейшинами республики Калмыкия, да, и там бы вот тут еще сказал бы то, что, ну, это там с моей точки зрения, да, я не могу говорить за весь народ. А что народ говорит на митингах? Ну, народ, конечно, очень эмоционально воспринял всю эту ситуацию. Конечно, у нас даже уже, грубо говоря, фамилия Штыгашев имеет нарицательное значение, да, у нас есть уже выражение «штыгашизм». К сожалению, я не говорю, что это, как бы, хорошо и не сопровождает такое, как бы, мнение, да, но, тем не менее, оно уже имеет, вот, смысл нарицательный. Ну, я думал, чисто вот таким образом, вот, передаю, грубо говоря, настроение народа. Год прошел, до сих пор волнение? Конечно. На самом деле, вот то извинение, которое мы сейчас еще раз увидели, оно не является извинением. Господин Штыгашев не сказал, что он не прав. Он не сказал, что он соврал. А он реально соврал, когда говорил, что нет ни одной из калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь не служил бы у немцев карателем. Мы второй раз уже возвращаемся вот к этому. Я бы просто предлагаю, давайте посмотрим просто целиком, а потом сейчас судим. Он не говорил о том, что он не прав. Вот он говорит, я не оправдываю депортацию калмыцкого народа. А ведь он в своем выступлении сказал, что депортация калмыцкого народа – это чуть ли не спасение калмыцкого народа. Он прямо сказал, спасение. Да, да, спасение калмыцкого народа. Давайте, давайте послушаем. От соседей. Депортация калмыцкого народа решается вопрос о выселении калмыков. Все мужское население калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов – кавалерии, пехоты, артиллерии. Члены этого корпуса ударили в тыл Красной Армии, когда она истекала кровью под Сталинградом в 1942 году. Потом они уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан на территории СССР. Уничтожали в корне партизанское движение в Крыму. Парашютистов вылавливали. Было 50 батальонов крымских татаро-фашистов. Батальоны, вы знаете, военные, кто знает, сколько это. Это 500-700 человек. Вот сказал мы, как сразу на крымских татар переходишь. Характерная черта. Вот, Аш Борисович, давайте тогда к вам перейдем. Вы как историк, как специалист по Великой Отечественной войне, это ваша специализация. В чем неправда историческая? Ну, я не буду говорить за всю речь Владимира Николаевича. Я концентрируюсь на тех двух обращениях, которые он входит в свои речи. Он дважды обращался к тебе калмыков. И вот хотел бы проанализировать вот эти высказывания. Вот конкретно сейчас мы заслушали утвердение о том, что более 15 тысяч калмыков якобы служило в калмыцком каком-то добровольческом корпусе. Сразу скажу, что никакого добровольческого калмыцкого корпуса никогда не существовало. Было коллаборационистское подразделение, которое называлось, так и называлось, Кальмыкенфербен, калмыцкое подразделение. Что такое коллаборационистское подразделение для тех, кто не очень сильно в этом говорит? Да, значит, коллаборационистами называют тех, кто сотрудничает с оккупантами. То есть это, условно говоря, люди на захваченной территории? Да, на оккупированной территории. На захваченной территории сотрудничают с оккупантами в разных формах. Они могут сотрудничать в администрации, могут сотрудничать военными целями, то есть служить в полиции, могут служить старостами. То есть это могут быть люди, которые даже заставили наниматься в коллаборации. Могут быть люди, которые добровольно пошли. Их можно условно назвать предателем? Ну, можно так сказать. Хотя, еще раз говорю, людей могли заставить к этому. Утверждение господина Штыгашева, что вот этот фербан, во-первых, он был формирован в июне 43-го года на территории правообережной Западной Украины. Поэтому в 42-м году, в глубоком немецком тылу, да, и поэтому в 42-м году в Телократную армию он никак ударить не мог просто в принципе. Это первое, что вы говорите неправо, да? То, что там была артиллерия, то, что там была пехота. Корпус был кавалерийский, и он состоял из нескольких эскадронов, которые не имели ни артиллерии, ни минометов, ни каких-то еще там средств усиления. То есть это были группы кавалеристов, которые занимались контрпартизанской борьбой, борьбой с партизанами на территории Украины, Польши, Югославии. И каких-то иных функций они не несли. А сколько их было? Все-таки 15 тысяч или нет? 15 тысяч совершенно никогда их не было. Самая максимальная цифра, которая была зафиксирована в книге немецкого историка Хоффмана, это 3,5 тысячи человек во второй половине 43-го года. Это максимальная цифра. В последующем цифра стала уменьшаться. Вот, кстати говоря, Ферман потом в 44-м году был преобразован в полк. То есть полк – это более точная передача, более правильная передача термина, чем корпус. Никакого корпуса там в помене не было. А 3,5 тысячи – это каждая кавалерийская семья или нет? Нет, конечно. Нет, конечно. Я вот хотел бы еще уточнить такой нюанс, что если мы посмотрим списки вот этих коллаборационистов, то большая часть этих людей – это будет молодежь или старики, угнанные немцами в период частичной оккупации Калмыкии. В Красной Армии, значит, по данным профессора Максимова, служило более 25 тысяч, почти 26 тысяч калмыков. Если учесть, что всего калмыков по переписи 1939 года было 134 тысячи, то получается, что в Красной Армии служил почти каждый пятый калмыков, по данным переписи 1939 года. При этом подчеркнул, что, допустим, для многих народов перед периодом Великой Отечественной войны характерна степень мобилизации каждой шестой. На самом деле, каждой шестой – это очень высокая степень мобилизации. Потому что понятно, что половина из тех, половина населения – это женщины, они не подлежат призыву, кроме добровольцев. Треть из оставшихся – это дети, треть из оставшихся – это старики непризывных возрастов. Поэтому одна шестая – это практически все мужское население, способное служить и нести военную службу в составе вооруженных сил. И если какой-то народ выдвигает даже не на одну шестую, а на пятую, еще больше процентов, то это произошло за счет того, что в составе Красной Армии служило очень большое количество подростков, 17 лет, 16 лет, даже были 15-летние партизаны, которых фашисты казнили, и их могилы находятся на вечном огне в городе Элиста. Вы можете приехать на вечный огонь посмотреть, найти их имена. Там указана рождение и дата смерти. Уже просто поэтому по этой дате можно вычислить, сколько лет было этим юным партизанам. И, кроме того, хотел подчеркнуть, что более 700 девушек добровольно поступили на службу в состав военно-морского флота и войск противовоздушной обороны. И служили на многих точках, начиная от Каспийской военной флотилии и до Архангельской, где в составе войск ПВО они прикрывали полярные конвои от налетов немецкой армии. Условно говоря, если очень просто рассуждать, то есть 3,5 тысячи людей, которые служили в немецкой армии, и 26 тысяч, которые воевали в Красной армии. При этом хотел подчеркнуть, что вот эти вот коллаборационисты, еще раз подчеркну, большинство из которых были принуждены к службе на фашистов, там были также и военнопленные из концлагерей, в которых был выбор или умереть, или пойти на службу. Среди них были случаи перехода вот этих коллаборационистов на сторону Красной армии. Благотого, что в 1947 году целый эскадром Калмыков под руководством Анцина перешел на сторону партизан из армии Людовой, то есть польским партизаном. А обратные случаи были? Мне такие случаи неизвестны. Нужно очень немножко уточнить, опять же не все в курсе того, что депортация произошла как раз во время войны, когда верховный главнокомандующий посчитал, что Калмыки предатели и забрал часть, и прямо из армии, из боевых частей отправил куда-то далеко. 28 декабря 1943 года? 28 декабря 1943 года началась депортация с мирного населения. Выселяли в первую очередь женщин, стариков, детей. Выселяли в вагонах для скота. Вы представляете, что такое? В конце декабря везут самые дальние районы страны в вагонах для скота, вообще не приспособленных для перевозки. Поэтому по пути очень много людей умерло. Вот у меня рассказывала моя свекровь, ее мать умерла, и она даже не знает, где она похоронена. И вообще мы не знаем, похоронена ли. Это очень больной вопрос для калмыков. По материнской линии дед в 1943 году он был контужен, а в начале 1944 он был госпитализирован. Соответственно, в начале 1944 он был отправлен в Широклак. Это широколахский... Широковский. Широковский. Исправительно трудовой лагерь МКВД СССР. Да. И у меня также здесь две родных тети в детском возрасте умерло. Здесь в Сибири. По материнской линии дядя, по отцовской линии дядя умер тоже в детском возрасте. Чтобы понимать, более вообще 40 тысяч калмыцкого народа погибло вследствие их депортации. Это примерно треть. Это за первые четыре года. Это примерно треть. Да, это только за первые четыре года. То, что многим все-таки удалось выжить, это произошло благодаря тому, что все-таки люди, которые жили с нашими предками, с нашими дедушками, бабушками, они все-таки поняли, что калмыкии такие же люди, как и все. Никакие не людоеды, не зная там птичьи и волчьи языки или какие там еще слухи про них распространялись. И оказывали им какую-то поддержку, оказывали им какую-то помощь. Благодаря этому калмыки сумели поддержаться и получить работу уже, получить, отстроить, получить какие-то хоть выкопать себе землянку или какие-то дома себе сделать, чтобы... Благодаря героизму в нашей жизни. Да. И вот, кстати говоря, о Хакасии хотел подчеркнуть, что вообще в национальных регионах, куда вы селяли калмыков, было все-таки более благожелательное отношение, чем в регионах ненациональных. Хочу подчеркнуть, что в Хакасии, помимо тренда Женоминханова, допустим, в Абаканском первом институте, ныне это Хакасский университет имени Катанова, также преподавал и директор нашего института, первый директор нашего института, Иван Кутнецович Ильишкин. Таких примеров я могу привести много, которые показывают, что мы к хакасскому народу относимся очень... С благодарностью. ...благожелательно, как к братскому народу. Ведь когда-то были в истории, в нашей истории были периоды, когда мы проживали рядом. То есть калмыки являются потомками айратов, которые до Чингисхановской эпохи проживали в районе Медубайкала-Насаянами, то есть фактически при граничных районах с единисейскими киргизами. Ну, Хакасы, в принципе, этнически нам близкий народ. Время у нас заканчивается. Давайте закончим с депортацией. Понятно, что это боль большая, это мы уже выяснили. Арслан Борисович, ваше имя переводится как Лев. Я полагаю, вы не сдадитесь. У вас есть какой-то план запасной? Дальше что? Далее, конечно, я буду, ну, вот именно как сын калмыцкого народу, буду продумывать. Конечно, да. Потому что я сейчас не увидел, ну, как бы, не желания саму Штыгашева, да, Владимира Николаевича, то, чтобы он действительно испытывает какое-то там, не знаю, там, неудобство, стыд, что-то, да, там, сказанное. Можно мне ответить на ваш вопрос? Вы знаете, вот я как женщина, не просто как депутат народного хурала, а как женщина привыкла добиваться результата. Мужчины часто любят сам процесс, а женщины результат. Значит, я считаю, что мы, как депутаты народного хурала, оставляем за собой право, после вот сегодняшнего решения Штыгашева, не разрешить нам участвовать в работе сессии и выступить, оставляем за собой право обратиться в компетентные органы. Пойдете в суд? Не только в суд. У нас много вариантов. Вот сейчас мы обсудим, у нас есть межфракционная группа депутатов народного хурала. То есть дальнейшие обращения, я думаю, будут уже депутатом народного хурала. На этом предлагаю поставить точку. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Арслан Кусьминов, депутат народного хурала Калмыкия, Наталья Манджикова, тоже депутат народного хурала, и Уташа Чиров, ученый-историк из Российской Академии Наук. Спасибо, что пришли.